В эфире новости севера Башкирии. В Башкирии на Чешминском маслоэкстракционном заводе впервые выработали рапсовое масло. Его отправили в Европу, из него на заводах изготовят биодизельное топливо. Около 10 тысяч тонн семян переработали за два месяца. Результатом конверсии стало 4000 тонн рапсового масла и более 5000 тонн шурота. Более 2000 школьников Башкирии примут участие в национальном исследовании качества образования по географии. Проверка знаний пройдет в октябре у седьмых и десятых классов. Результаты тестирования озвучат в декабре. Национальное исследование качества образования – общероссийская программа по оценке качества среднего образования. Она проводится по инициативе Рособоронадзора ежегодно, начиная с 2014 года. Юный спортсмен из Бирска Хаял Садраев стал обладателем бронзовой медали. Состязания проходили на Кубок первого президента Федерации дзюдо Зефара Хакимова. В турнире приняли участие 150 спортсменов со всей республики. Бирск представили пять участников. Земледельцы района закладывают основы будущего урожая. Зябь поднимать получается лишь урывками из-за погодных условий. Агрария дожидается, когда почву продует и снова выходит в поля. Параллельно в каждом хозяйстве ведется сортировка семян. В животноводческих помещениях все основные ремонтные работы завершены. Скот переведен на зимний стойловое содержание. Однако днем, при благоприятных условиях, буренок еще выгоняют на пастбище. Им завозят дополнительные корма, свекольный жом и пивную дробину. Историко-культурный центр обелиск города Москвы завершил раскопки на месте боев Великой Отечественной войны в районе урочища Тимонцево-Ржевского района. 9 октября поисковой отряд ДОТ в Тверской области обнаружил останки бойца с медальоном. На хорошо сохранившемся медальоне отчетливо прочитались данные бойца. Тимур Байка Миланов, красноармеец 1904 года до рождения Башкирской автономной Советско-Социалистической республики. Мураевский район, деревня Больша-Шукшаново. На данный момент разыскивают родственников бойца. 17 октября глава администрации района Юрий Садыров с главным врачом больницы Равилем Зариповым совершили обход отделений Центральной районной больницы. Он общался с пациентами и интересовался у больных лекарственным обеспечением, питанием, отношением персонала к пациентам. Далее на совещании обсудили насущные вопросы, потребность в медицинском оборудовании, необходимость капитального ремонта. Также отметили надлежащий порядок, температурный режим и добросовестную работу медперсонала. В связи с ростом пожаров и гибелью людей на территории Калтасинского района в зале администрации провели заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. Также рассмотрели проблемные вопросы в обеспечении пожарной безопасности жилищного фонда объектов и населенных пунктов. 12 октября жители Караидельского района собрались с деревнем Рясимово. Повод – открытие отреставрированной стелы. На мемориале увековечены местные жители, отдавшие свои жизни ради победы над фашистской Германией. Торжественную часть мероприятия закрыли перерезанием ленты. Оружейный залп прозвучал в честь павших героев. Собравшиеся застыли в минуте молчания. Заключительной частью стало торжественное возложение венков. 12 июня 1967 года запущена автоматическая межпланетная станция «Венера-4». 18 октября она опустилась на поверхность Венеры. Впервые произведены прямые измерения в атмосфере другой планеты в процессе парашютного спуска космического аппарата. Научные исследования станции показали отсутствие на Венере магнитного поля и радиационных поясов. Тогда же определили и состав атмосферы. В дальнейшем процесс изучения планеты шел достаточно успешно. Космические аппараты Венеры за 13 лет освоили механизм мягкой посадки, передали на Землю сначала черно-белой, а потом и цветные снимки планеты. Также начались работы по глобальному радиолокационному картографированию поверхности «Венеры». Погода на 18 октября. В Бирске ночью температура воздуха плюс 4, днем 7 выше 0. В Бураево плюс 4 ночи, плюс 7 днем. В Мишкино ночью температура воздуха плюс 3 градуса, днем 6 выше 0. В Краснохолмском ночью плюс 5 и плюс 7 днем. В Караидели ночью температура воздуха плюс 2, днем 5 выше 0.